Итак, завершились все модные показы от Нью-Йорка до Миланска, единственное, на Таганской до сих пор идет. А значит, время подводить итоги и выделить модные тенденции наступившего сезона. Что носить, а что выносить? Наш экспресс отправляет дома, да. Все это расскажет наша гостья Оксана Плонская, стилист. Здравствуйте, доброе утро. Оксана нам уже за эфиром сделала комплимент, на самом деле, сказала, что мы идеально сегодня подходим по... Нет, мы цветовой гамме. Цветовой гамме это трендовые цвета, правильно, Оксана? Да, трендовые цвета на осень 2022. А мы и не знали даже. Подождите, а 20-22? А, все, 20-20, все, два года. Да, два года. Нет, Илья, я прошел. Расскажите, пожалуйста, что сегодня за показ мод, откуда из Милана вещи, как мы будем сочетать, что делать, какие цвета популярны. И почему женские, а не мужские? Давайте, да, поговорим про тренды. Про мужские тоже мы сегодня поговорим. На что стоит обратить внимание? Нулевые не сдают своих позиций и по-прежнему атакуют все подиумы, поэтому актуальны все еще брюки карго. Это брюки с карманами. И причем они актуальны как для женщин, так и для мужчин. Я помню, демо в ней выступало. Заниженная талия, укороченные тоже куртки. Экстремальная просто мини, но мне кажется, этот тренд мужчинам очень нравится. Экстремальная. Нет, я такое не надену. Я тоже. Для женщин, для женщин. То есть экстремальная мини или наоборот юбки Макси, вот как у меня сегодня. По осени, серьезно? Вот действительно по осени? Да, знаете почему? Потому что мы можем себе позволить в этом сезоне колготки, цветные, различные плотности с начесом. Это тоже один из трендов. И я бы хотела обратить особое внимание на стиль прэппи. Это стиль такой молодежи из колледжа, знаете? То есть мода молодежи из колледжа. Оксфорд. Да, да, да. И в этом сезоне просто он на пике популярности, поэтому модные юбки в плессировку, носки плюс лоферы белые. То есть образ школьницы вот сегодня прямо на пике популярности. Это же унисекс-пиджак. Можно я поберю? Да, можно. Все. Вот эта фраза «все», как будто ты даже не примерив, забираешь домой. И еще хочу обратить внимание тоже на моду как для мужчин, так и для женщин. Например, бомберы тоже. Вот это я сделаю. Итак, Семен, вы готовы? Итак, обросьте. Начинаем приговор. Да, модный приговор. Итак, модель номер один. Напрямую, прямо из Оксфорда к нам сегодня. Погоди. Так, Семен, Семен, Смена, Смена против часовой. Семен, Смена против часовой. Так. Ты идешь? Ты идешь? Теперь у нас следующий ученик колледжа. Ну так-то мы модные с тобой, смотри. Погоди, погоди, погоди. Тут у меня еще, понимаешь? Так еще можно. Да, то есть она двухсторонняя, можно с разных сторон. Круто. Двусторонняя? Мне знаешь... Ладно, Оксан, вы рассказываете. Еще по мужской моде, если мы переходим к мужской моде, то, ну вот как я говорила уже, что в моде такой стиль рэперов из нулевых, если вы помните. То есть широкие блюки, заниженные таллина. Я до сих пор люблю вот эту вот, перемычку пониже. И еще бомберы тоже для мужчин в этом сезоне особенно актуальны. И я бы обратила внимание на принт цветочный, как для мужчин. Потому что цветы, цветы популярны в этом, еще и в прошлом сезоне. Женщины носят у нас там броши, различные чокеры с цветами. А мужчинам, мужчинам тоже можно себе позволить носить цветы. Например, на футболках, на худи. То есть цветочный принт. Они сейчас тоже адаптированы под мужчин. Как у вас, на шивке разные, да? Да, то есть, нет, почему можно прям цветочный принт, который вот прям на футболке. Да, впечатан. Розу от плеча до плеча, бабу. Вы будете тогда самые популярные. Еще я бы обратила внимание, вот у нас сегодня, сегодня у нас представлены цвета следующего сезона тоже, вот в разных интерпретациях. Я бы обратила внимание в этом сезоне на оранжевый тоже. Он не сдает своих позиций, тем более осенью будет смотреться особенно уместно. Так, и... А кофта ввязаная. Да, еще раз, яркие цвета ввязаные. Мы, получается, вот этот оверсайз, английский стиль каких-то колледжей. Да, стиль прэпи. Нулевые. Дальше. Это я хотела показать, как можно стилизовать, например, вот джемпер. Джемпер, да, то есть мы можем надеть сверху на тренч, и это у нас стоит... Серьезно, прям? Ну, то есть это, конечно, уже тоже тренд не первый сезон, но не сдает своих позиций. То есть можно надеть джемпер сверху прямо на тренч и изменить шарф. Я больше видел бабушек с шалью на поясничке. Теперь можно вот так. Еще, допустим, мы говорили про то, что в мини-осенью, например, холодно, можно мини-юбку носить в качестве баски для женщин. То есть, допустим, длинное платье какое-то надевается, и сверху в качестве пояса такого надевается мини-юбка. О, ну смотрится неплохо. Так. Все, что ли? Нет, это на самом деле круто, красиво, но это у нас, получается, что? Это тоже бомбер? Это бомбер. Просто я хотела показать, что можно носить как короткий, так и удлиненный, то есть оверсайз или, наоборот, приталенный. И вообще в этом сезоне считается таким... В моде женственность. Поэтому, допустим, замену оверсайз-жакетам, пиджакам даже, приходят более приталенные, вот, допустим, как у меня сегодня. Вот те варианты, которые у нас сейчас на вешалочке расположены, они же не подчеркивают женскую талию, не знаю. Вот, ну, юбка мини подчеркивает фигуру женскую. Вот, допустим, здесь тоже это будет на талии, поэтому здесь тоже подчеркивается. Вот, и в целом, можно сказать, у нас есть еще, например, вот, облегающие, там, боди, да, а-ля комбинезончики тоже такие. Но вот же они неплохо сочетаются. Да, это вот как раз вместе туда, то есть тоже стиль прэпи. Примерите? Да, мы пока перекроем картинками. Откройте фотографии, я сейчас все померю. И, например, с юбкой мини это будет очень женственно. Хорошо, Семен, спасибо. Так вот, какие три покупки необходимы в этом сезоне? Вот, мастхэв. Я бы порекомендовала взять большой такой заметный шарф, а-ля палантин, чтобы можно было прям замотаться тоже один из трендов. Ну, вот как на картинке, например, на первой мы видим. Да. Можно взять, например, тоже одна из покупок обязательных. Это длинные перчатки для женщин. Или, наоборот, такие вот укороченные, когда обрезаны, вот только пальчики остаются. Угу. Вот тоже один из таких основных трендов. И я бы взяла какой-то яркий трендж, потому что у нас все-таки уральская осень грустная пора. Поэтому для того, чтобы нам было с вами душа. Вот если говорить про давище, то, поверьте, боди очень жмет. Ну, что, чувствую. Я поддел все это. Оксан, спасибо большое. А еще раз, яркие вещи. Правильно? Да. И привет из нулевых. Привет из нулевых. Привет из нулевых и стиль прэпи. Все, да, действительно. Спасибо за огромную вот эту вот классную палитру цветовую. Не забирайте, мы это все сейчас примерим.